Месяц май После оглушительного провала с шестой частью Resident Evil, Capcom предпримет попытку показать поклонникам, что оголтелый боевик — это не всё, на что они способны. Некогда портативный ужастик Resident Evil Revelations перенесут на большие экраны современных консолей и компьютеров. Вышедший на Nintendo 3DS в прошлом году спин-офф собрал больше положительных отзывов, чем основная часть сериала. Хоть там сюжет получился менее масштабный, но история про Джилл Валентайн, которая искала Криса Редфилда на огромном заброшенном круизном лайнере, больше напоминала старые и очень атмосферные первые части Обители Зла. Отсутствие классических зомби можно назвать единственным недостатком — желеобразные чучелки никогда не смогут заменить ходячих мертвецов. И всё же в Revelations достаточно умело сбалансировали старые и новые элементы, поэтому она обязательна к приобретению всем, кто неравнодушен к Resident Evil. Триумфальное возвращение Donkey Kong Country 2010 года в этом году преобразует в портативный формат и добавит стереоскопическое 3D. Помимо этого обещают некий новый контент и лёгкий уровень сложности с тремя хитпоинтами вместо двух. Пригодится он многим, к концу игры происходило такое мракобесие, что даже закалённые в платформерах геймеры начинали биться в истерике. В целом, мы рекомендуем Donkey Kong всем владельцам консоли, если вы вдруг не играли в неё на Wii. На улице обладателей PlayStation Vita наступит настоящий праздник. Выйдет полноценная и потенциально интересная игра. Кооперативная экшен-адвенчура Soul Sacrifice может не всем прийтись по вкусу, но зато она хотя бы оригинальная. Игровая механика основывается на концепции принесения чего-либо в жертву. Например, при спасении умершего друга вам придётся отдать половину своей шкалы здоровья, а принеся его в жертву вы получите мощное заклинание. Тогда как душа игрока до конца уровня будет летать в воздухе и немного досаждать супостатам. Убивая противников, можно либо зарядить магический предмет и спускающий снаряды, либо полечиться. В момент особой нужды есть возможность пожертвовать кусочек себя и получить за это какое-то особо чудовищное заклинание. Бороться адепты чёрной магии будут за некоторые вознаграждения, выдаваемые в конце каждого эпизода. Нам игра представляется как чернушная вариация на тему Monster Hunter, а это как минимум интересно. Сол-сакривайс Складывается такое ощущение, что Ubisoft наконец-таки взялись за ум. Вместо того, чтобы пичкать нас обычными наборами миссий для Far Cry 3, они выкатят отдельный тематический аддон в духе фантастических боевиков 80-х, соответствующими клише ниндзя, одноглазыми киборгами, слепящим неоном и кучей избитых фраз. Давайте показать им, как сайбер-командосы это сделают. Мега-форс, стоп, бадам-фага! В британском издательстве Code Masters тоже начали думать головой. С каждым годом всё больше хереющий гоночный сериал Dirt отправили в отпуск, вместо которого наконец-то выпустят сиквел любимой публикой Grid. Графикой, карьерным режимом и мультиплеером со своей социальной сетью нынче никого не удивить. А вот золотую середину между симуляторным и аркадным управлением до сих пор нашли немногие разработчики. По заверениям авторов Grid 2, они этого добились и назвали подобную систему True Fill. В среднем, любой игрок довольно быстро сможет ловко входить в крутые повороты и обгонять соперников на заковыристых участках, но при этом и для хардкорных гонщиков будет достаточная глубина в управлении болидами, чтобы постоянно совершенствоваться. Мы склонны им верить, ведь глупо было бы выпускать ещё один Dirt только под другим названием. Кстати, искусственный интеллект гонщиков тоже покажет себя во всей красе. Если вы будете вести себя агрессивно на дороге, задевая соперников, то они могут на вас разозлиться и отвечать тем же до конца гонки. К сожалению, в процессе разработки решили отказаться от вида из кабины, объяснив это тем, что всего лишь 5% всех пользователей переключались на этот режим в оригинальной игре. Но это мелочь, если Grid 2 станет гонкой, за которой захочется провести больше пары-тройки вечеров. Независимые разработчики из Polytron Corporation порадуют игроков PC-версии уникального платформера FES, который ровно год числился эксклюзивом для Xbox 360. Особенным его делает необычная механика. Бледный, как поганка, мальчик Гомес с помощью волшебной фески может по желанию переключаться между плоскостями двухмерного мира. Баловстол с измерениями поможет ему спасти его мир от неминуемой гибели. Детальный, интересный и очень душевный проект. Отличный способ потратить 224 рубля. В мае геймерам вновь предстоит вернуться в эпоху буйного и дикого запада. Это будет, к сожалению, не продолжение Red Dead Redemption, а всего лишь скачиваемый спин-офф Call of Juarez с заголовком Gunslinger. В нем семейство макколов оставят в покое, уступив дорогу обычному охотнику за головами. Игра будет состоять из серии баек о том, как протагонист расправился с Билли Кидом, Бутчем Кэссиди и другими легендарными нарушителями спокойствия тех времен. Поворот для серии не очевидный, ведь не за пальбу по грязным пройдохам мы ее любили, но хулиганский боевик никому еще не мешал. А там, глядишь, и полноценное продолжение созреет в головах Techland. Только недавно нас порадовали отличным файтингом Injustice, и уже совсем скоро в Европе наконец-то выйдет побоище персонажей сериала Persona. Если вы файтинги любите, но понятия не имеете, кто все эти люди, то решиться на покупку можно лишь из-за одного факта. Разрабатывает игру Arc System Works, автор Guilty Gear и Blast Blue. И тут говорить больше ничего не надо, они мастера своего дела. Вдобавок, в Persona 4 Arena есть огромный сюжетный режим с тоннами текста и фан-сервиса. Поклонники файтингов берите на заметку. Дедалек Интертеймент Дедалек Интертеймент знают толк в Point & Click Адвенчурах. Именно из-под их пера вышли лучшие экземпляры современного поколения. Новая работа студии называется The Night of the Rabbit. Красочная история про мальчика, мечтающего стать волшебником. Так бы и состарился он в одних лишь мечтах, если бы ему не повстречался одетый с иголочкой кролик. Тот и затащил юнца в магический мир. Приятное времяпрепровождение вам будет обеспечено, мы гарантируем. Также в мае нас ждет запоздалый кооперативный шутер Fuse от авторов Resistance и Ratchet & Clank и долгожданный Metro Last Light, который перешел в руки издательства Deep Silver. Но о них мы уже рассказывали в предыдущих выпусках видеокалендаря. Так что на этом у нас все, оставайтесь на связи. Автор текста Александр Шакиров, режиссер монтажа и диктор Марк Юзенос.